Здравствуйте! В эфире программа «Правопорядок». Главные темы выпуском. В эфире программа «Полицейский Дед Мороз» поздравили с новогодними праздниками своих юных друзей. Поможем найти. В региональном управлении МВД начало работу Бюро регистрации несчастных случаев. Новое место прежней задачи. В командировку на Северный Кавказ отправился отряд архангельских полицейских. Теперь быстрее. В областной ГИБДД начала работу электронная очередь. Накануне и в период новогодних и рождественских праздников МВД России проводится акция «Полицейский Дед Мороз». Стражи порядка устраивают для детей новогодние представления, конкурсы, дарят подарки. А тех, кто встретился с полицейским Дедом Морозом в Архангельске, расскажем в нашем специальном материале. Череда новогодних встреч полицейских с детьми началась в региональном управлении МВД. Здесь в роли Деда Мороза выступил главный полицейский региона Сергей Волчков. Он поздравил победителей конкурса художественного мастерства под названием «Мои родители работают в полиции». В творческом состязании участвовали более 50 детей сотрудников органов внутренних дел региона. В состав жюри входили преподаватели художественной школы, полицейские, ветераны органов внутренних дел, психологи. В жюри конкурса нелегко удалось определение победителя. Где-то с полчаса мы спорили, какая картина победила и не пришли к единому мнению. Лучшие рисунки члены жюри определили голосованием. Победители выбирали в трех возрастных группах. Среди творцов в возрасте от 7 до 11 лет лучшей стала Алина Максимова. В возрастной группе от 12 до 16 лет первое место заняла участница измезения Ольга Владимирова. А среди малышей от 3 до 6 лет первым стал Константин Шарыгин. Нарисовал танк, дерево, полицию, ОМОН. Потому что мой папа работает в ОМОНе. Призером Сергей Волчков вручил грамоты и подарки. Для юных художников организовали чаепитие. А победителям из других городов области, которые не смогли приехать на награждение, подарки передали через представителей и территориальных подразделений. Члены жюри пожелали всем участникам и победителям творческих успехов. А так как конкурс ежегодный, посоветовали уже сейчас задуматься в сюжете новых творений. А начальник городского управления МВД Михаил Манзюк и представитель отдела полиции округа Варавина Фактория накануне Нового года пришли в гости к воспитанникам 1-го детского дома Архангельска. Страджи порядка более 7 лет шествуют над ребятами. В актовом зале собрались дети от 3 до 16 лет. Они с нетерпением ждали своих шефов. Надели нарядные платья и костюмы. Страджи порядка вручили детишкам сладкие новогодние подарки, а также несколько пар фигурных коньков. Теперь ребятам предстоит научиться на них кататься. А к лету шефы пообещали подарить юным друзьям ролики. Огромное спасибо нашей полиции, которая находится рядом с нами. И вот вы знаете, они постоянные гости нашего детского дома. Ребята очень любят их и знаете, с теплотой относятся. Как хорошо, что вот есть на свете люди, которые не забывают наших детей и помнят о них. Сюрприз приготовили и ветераны отдела полиции округа Варавина Фактория. Малышам они вручили игру «Змейку-шагайку», по которой детишки тут же попробовали пройтись. А вот сотрудники вневедомственной охраны в преддверии праздников встречали юных гостей в своем подразделении. На утренний инструктаж полицейским пришли ребята из кадетского класса ГИБДД 2-й школы города Архангельска. Они поздравили полицейских с наступающим Новым годом и подарили сделанную своими руками сову. Такой сувенир школьники подготовили не случайно. Именно сова – символ вневедомственной охраны нашего региона. Подарок уже занял почетное место рядом с победными кубками и грамотами подразделения. Сюрприз ждал и самих кадетов. В холле у новогодней елки их встретил добрый, но строгий охранный Дед Мороз. Он поблагодарил ребят за внимательное отношение к своим друзьям полицейским и поинтересовался, соблюдали ли дети в этом году правила дорожного движения. И кому еще передали свои знания дорожной азбуке. И, конечно же, в волшебном мешке Дедушки Мороза нашлись подарки для юных гостей. Под Новый год азбуку дорожного движения повторили и воспитанники областного центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей регионального управления МВД. Здесь побывал необычный Дед Мороз ДПС со специальным волшебным посохом. Ребята вспомнили, как правильно вести себя вблизи проезжей части и где нужно переходить улицу. Повторили и даже нарисовали дорожные знаки. А несколько дней спустя в центр приехал начальник областного управления МВД Сергей Волчков. Дети собрались в зале возле новогодней елки. Каждый из воспитанников центра подготовил стихотворение с новогодними поздравлениями, что приятно удивило главного полицейского региона. Новый год всегда чудесен. Все забудьте веселись. В благодарность за теплую встречу Сергей Александрович вручил каждому ребенку сладкий подарок. После общения с ребятами Сергей Волчков оценил, в каких условиях воспитываются дети. Он внимательно осмотрел комнаты отдыха и психологической релаксации, спортивный зал. Сергей Александрович отметил, что в центре создана уютная, почти домашняя атмосфера, что особенно важно для несовершеннолетних, попавших в трудные жизненные ситуации. Эти сотрудники практически работают как положено и заменяют родителей тех детей, которые оступились. Условия для нахождения детей в этом подразделении очень хорошие. Чтобы эти дети, на самом деле, уже оступившись и в будущем, с помощью этого коллектива, нормального коллектива, наверное, нашли свое место и в жизни, и в обществе. Сергей Волчков встретился и с сотрудниками центра, ответил на их вопросы, спросил о необходимой поддержке, а также поздравил коллектив с наступающими праздниками и подарил новые компьютеры для центра. В региональном управлении МВД начало работу Бюро регистрации несчастных случаев. Его главная задача – помощь людям в получении оперативной информации о судьбе пропавших родственников. В специальных базах данных оперативно собирается информация со всего региона о пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в результате несчастных случаев или при других обстоятельствах, а также административно задержанных. Если раньше гражданам необходимо было обзванивать больницы, либо все территориальные отделы, узнавать, не задержан ли их родственник, то сейчас вся информация стекается к нам, и мы ее обрабатываем, и по устным письменным запросам сотрудников, либо граждан, мы предоставляем информацию. Каждому обратившемуся здесь помогут отыскать пропавших родственников, а если данных о них нет в базах, сотрудники бюро подскажут, в какой отдел полиции необходимо обратиться и как правильно написать заявление. Сейчас бюро регистрации несчастных случаев работает по будням с 9 до 17 часов. Обратиться сюда можно по телефону в Архангельске 21 70 50. С нововведениями встретили 2014 год и в управлении ГИБДД Архангельской области. Здесь начал работу терминал для электронной записи граждан на регистрацию транспорта и выдачу водительских удостоверений. Новый комплекс работает меньше месяца, но уже очевидно, что благодаря упорядоченной электронной очереди время ожидания граждан заметно сократилось. Очень удобно. Не нужно создавать очередь, просто сидишь и ждешь своего вызова. Здесь в очереди получается всего 7 человек, это недолго. Здесь все написано. Кроме этого, с помощью нового терминала любой гражданин может после получения услуги дать оценку работе сотрудника. Система не только удобна, но и проста в управлении. Выбираете интересующее Ваш действие, будь то обмен, выдача водительского удостоверения, либо регистрация автомобиля. Вот, к примеру, водительские. Дальше идет подгруппа. То есть здесь можно выбрать интересующую Вас операцию и взять уже соответствующий талончик. Получаем талон и дальше ожидаем, когда оператор, освободившийся ближайший, Вас вызовет. Установка аналогичного комплекса уже идет в отделе ГИБДД Северодвинска. Вскоре терминалы также начнут работу в Котласе и Вильске. В конце года автолюбителей порадовало и введение нового административного регламента регистрации транспортных средств. Одним из основных новшеств стало упрощение процедуры получения дубликатов государственных регистрационных знаков. Теперь в случае утраты либо хищения государственного регистрационного знака не обязательно машину перерегистрировать в ГАИ. Можно обратиться в лицензированную организацию и получить дубликат. То есть точно такой же госномер, который Вы либо потеряли, либо у Вас украли. Это нововведение должно свести на нет мошенничества, связанное с так называемым выкупом номеров. Когда злоумышленники похищают с машины государственные номера, а после предлагают владельцу автомобиля выкупить их. Теперь такая схема просто не имеет смысла. В служебную командировку на Северный Кавказ отправился сводный отряд УМВД России по Архангельской области и группа ОМОН. В южном регионе наши земляки будут находиться полгода. В задачи отряда входит охрана общественного порядка, сопровождение автоколонн, дежурство на блокпостах, участие в спецоперациях и помощь местным сражам порядка в повседневной работе. Накануне отъезда сотрудники собрались на инструктаж. Здесь отец Валерий совершил молебен и окропил бойцов освещенной водой. С напутственными словами к архангельским полицейским обратился начальник регионального ОМВД Сергей Волчков. Он подчеркнул, что главное в командировке – это постоянное внимание, бдительность, дисциплина, четкое выполнение поставленных задач и соблюдение необходимых мер безопасности. Перед командировкой все бойцы прошли специальную подготовку. Многие бойцы выезжали в служебные командировки в Северокавказский регион неоднократно. В этом году сводный отряд ОМВД России по Архангельской области сменит место дислокации в Чеченской республике. На новой базе созданы все условия для несения службы и проживания, отметили руководители областного ОМВД. ОМОН по-прежнему будет размещаться в городе Моздок Северной Осетии. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До встречи в следующем выпуске программы «Правопорядок».